Сейчас мы с вами разберем вопрос, почему при уходе с прайм-теста у нас появляется боль в суставах. Вот такой интересный момент. Мы у пациентки увидели кристалл в виде биорубина, желтенького такого кристалла. Это показатель, что наша дама, несмотря на то, что находится на прайм-тесте, но она просит, как коленки потерпеть, когда она нарушает прайм-тест. Это был великий праздник. Да, и появилась боль в коленке. Когда вы скушали, какой вид мяса? Пусть это будет говядь зоня. Да, ну красное вид мяса, которое у вас в третьей красной зоне. Так что есть такое? Боль в коленях, мочекаменная болезнь. Это есть нарушение скорости кровотока в почках. Вот мы с вами видим почки. Из-за увеличенных лимфатических узлов, которые собрали продукты воспаления в восходящем отделе кишечника, мы сегодня определили, что эта проблема есть. И в сигмовидной кишке. Вот два вида воспаления. Сигмовидная кишка, восходящий отдел кишечника дают нам продукты воспаления, в том числе на сосуды почек. И у нас снижается скорость почечного кровотока. Снижение скорости почечного кровотока приводит к накоплению кристаллов. Если мы еще из-за снижения почечного кровотока добавляем какой-то продукт животного происхождения, который плохо переваривается, потому что в данном случае хорошо переваривается у нас какое лицо? Мясо. Индюшка. И юшка. И утка. И утка. А вот красное мясо здесь плохо переваривается. Поэтому при добавлении в еду красного мяса происходит боль в колене. И вы ее просите потерпеть. Но если мы с вами сможем диафрагмальным дыханием, виватоном отработать воспалительный процесс в восходящем отделе кишечника и сигмовидной кишки, вот диафрагмальное дыхание лучше всего работает, плюс виватон ежевечернее в зоне боли. Экстракт два раза в неделю, а желе виватона ежевечернее в зоне боли. Обязательно выведение пульсовой волны брюшной аорты, потому что именно от нее кровоснабжаются почки. И значит выведение пульсаций позволит улучшить кровоснабжение почек. Это будет борьба с артрозоартритом. Жизнь у нас долгая, поэтому в ней мы уже знаем, какие продукты питания приводят к появлению боли в суставах и икроножных мышцах. Теперь мы говорим о том, что значит мы не совсем научились еще работать с диафрагмальным дыханием, чтобы убрать зону воспаления и дырявый кишечник в местах углов. Постараемся это сделать, тогда у нас в плазме крови не будет кристаллов мочевой кислоты не переваренных, тогда и боли не будет, потому что кислота действующая на рецепторы боли. Так ведь? Ну и красота. Это бусинки на ниточке, которые в плазме крови так активно передвигаются. Показатель, что в кишечнике есть дырочка, эрозия, свищ, через которые микрофлора, вызывающая в кишечнике воспаление, в данном случае грибковое, поступает в кровь. Кровь используется нашей микрофлорой для того, чтобы развивать своих младенцев, потому что здесь все питательные вещества в плазме есть. Все, что мы кушаем, все у нас и любят. Это девица, которая называется мицеллярная форма кандидоза. Желчь ежедневно до еды позволит регулировать численность грибов и регулировать численность питания грибов. Что такое питание грибов? Это не переваренные продукты. Вот это кристалл мочевой кислоты. Значит, когда у нас не будет непереваренных продуктов, значит, питание у этого грибочка уменьшается. Значит, и количество их уменьшается. Поэтому мы говорим, что мы можем регулировать численность нашей микрофлоры, которая нам досталась от мамы, и у мамы была проблема почек. Вот эта микрофлора регулируется нашей желчью, соком поджелудочной железы, потому что чем качественнее переваривание, тем меньше питание у микрофлоры, тем ее меньшее количество, тем меньше ее метаболитов, продуктов жизнедеятельности. Вот у нас сейчас что? Отсоединилась часть. Смотрите-ка, у нас идет деление нитки мицелия кандиды. Вот одна часть побежала в одну сторону, а другая куда пошла? В другую сторону разошлись, не подружились. Вот такая интересная история у нашей микрофлоры. Кристаллы ортофосфорной кислоты, черные, такие в плазме, да? Это показатели выхода кальция из костей для нейтрализации закисления. Когда говорят, я мало кальция ем, я говорю, вы просто закислились. И значит, чтобы сделать нейтрализацию, у нас себя отдают наши кости, чтобы только сохранить постоянство внутренней среды. И дают так себя, вот чтобы разрушиться, но жить. И мы говорим, наклонность к остеопорозу на фоне закисления. Из-за дискинезии желчеводящих путей и снижения скорости почечного кровотока. Потому что должна кислоту вывести все-таки почечное тканище. И тут поступает хоть много кальция, хоть немного, хоть кушаем, хоть не кушаем. Пока мы не наладим почечное кровоток, мы с вами будем иметь вот эту проблему остеопороза. Продолжение следует...